у нас здесь происходит отель вечерняя программа гала-концерт живая музыка караоке у нас сцены очень лояльные пока мы поднимать не собираемся очень понравился мне в этом отельчике отлично отдохнуть все наши гости уже становится как друзья привет друзья меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции тем более если вы хотите отдохнуть сегодня нахожусь в олимпусе что неподалеку от чаролов это два городка расположены очень близкая на берегу средиземного моря очень красиво и здесь фантастическая вообще обстановка я в достаточно недорогом отельчики которые намерен посмотреть и вам показать потому что здесь очень хорошие отзывы от моих друзей я решил посмотреть что здесь и как происходит так что пойдем а перед этим обязательно поставьте турки же лайк а то и потом забудете ну естественно поделитесь с друзьями если это видео вам понравится погнали друзья сейчас мы пообщаемся с анастасией узнаем что почем и как вообще здесь выглядит отдых насть добрый день добрый день скажи пожалуйста что у вас здесь происходит стоит сколько как можно отдохнуть сейчас я вам расскажу у нас здесь происходит отель это и к отеля на стороне олимпус может быть вы знаете что на стороне олимпус нету больших каких-то отелей то есть все отели примерно в таком стиле маленькие эко-отели чистые уютные комфортные них своя атмосфера своя душевность и в нашем отеле тоже упор идет именно на это то есть на такое деревенский country style вот мы предоставляем в чем наша фишка еще хотела бы отметить отдельно что мы предоставляем не только проживание и питание да как многие отели у нас есть такие пакетные туры классные которые в себя включают проживание конечно же питание также у нас есть трансфер из анталии мы привозим наших гостей с трех точек из анталии с лары с марк анталии из матрешек забираем гостей привозим сюда и здесь у нас каждый день проходят разные экскурсии у нас есть экскурсия на турецкие мальдивы так называемые это сулада потом подъем на гору химера и также у нас есть трансфер до пляжа олимпос по дороге вы можете посмотреть на древний город а потом уже искупаться отдохнуть позагорать и также мы вас обратно забираем и привозим наш отель вот по стоимости например такое пакетное предложение будет сто четыреста пятьдесят лир за три дня ну получается 3 и половинка еще следующего то есть там завтрак и потом уже трансфер до анталии вот и вечером также у нас вечерняя программа гола концерт живая музыка караоке розыгрыш дискотека мини диска мы иногда проводим когда много детишек вот такая вот программа что вообще входит в условия проживания сколько это стоит в условия проживания входит завтрак включен за сутки ужин все остальное алкоголь все остальные напитки вода не знаю там соки и прочие напитки и обед это все уже за отдельную стоимость у нас есть меню по которому человек может наш гость выбрать что-то заказать и в течение 20-30 минут ему приготовят и принесут сколько стоит сами эти пакетные туры пакетный тур стоит 450 лир на три дня но получается как три с половиной то есть четыре ночи или как там до 4 ночи и три дня полных какие документы нужны при заселении при заселении нужен и комет ким лик если нет такого документа то открыл келлик это видно жительство если вы здесь временно проживать до ким лик это если вы уже гражданин турции комеда это вид на жительство вот если у вас нет такого документа и ничего страшного нам подойдет за гранд-паспорт. Мы просто делаем фотографию вашего документа и даем ключик от номера. Предбронировка какая-нибудь есть у вас такая услуга, чтобы забронировать на какое-то время, на какой-то день заранее? Ну да, конечно, мы узнаем, когда гости приезжают. Но если это пакетный тур, то, соответственно, мы набираем людей на 3 каких-то конкретных дня. То есть мы не можем же за каждым человеком тоже отправлять трансфер в Анталию. Мы набираем группу, всех их вместе забираем в определенное время и также всех их вместе отвозим в определенное время. Сейчас мы еще вернемся к этому моменту. А я хотел узнать по поводу номеров. Какие у вас номера? Номера есть разные. У нас два корпуса. И в том и в другом корпусе есть различные номера, такие как, например, дабл-сингл, двухспальная кровать, односпальная кровать. Есть такие номера, когда можно 4-м людям жить. Это, например, там, не знаю, муж, жена, двое детей. То есть там будет двухъярусная кровать, например, для деток. Есть номера просто с двухспальной кроватью. То есть, ну, смотря, кто приезжает, мы так и расселяем. Смотрим уже по запросам. И возвращаясь к начатой теме по поводу предбронировки. Вы говорите, что можно действительно заранее забронировать. Вот у меня сразу вопрос. Кто из ваших гостей, с каких стран собирается приезжать? Вот я знаю, что Украина и Белоруссия уже летают, Казахстан вроде бы как, и Россия непонятно. Вот скажите, кто у вас уже забронировал, кого вы ждете? И вообще какая ситуация у нас? Вот не поверите, у нас забронировала Россия. Они сейчас, Россия же уже может прилетать как-то через Минск. Я не знаю эти тонкости и подробности. Но у меня, например, прилетело уже несколько подружек позавчера. Они мне звонили. Настя, мы тут. Все. Я говорю, окей, давайте приезжайте. Я сейчас живу не в Антарии, а живу в Олимпосте. Все, приезжайте в наш отель. Вот. И на самом деле очень много русских. То есть у нас русскоговорящий персонал. Не знаю, наверное, даже половина из персонала русскоговорящий. Проходят инставстречи, проходят различные классные мероприятия. Там йога-туры, арт-терапии. Это все мы проводим для русскоговорящих людей. То есть, ну, соответственно, тюркоговорящий у нас тоже есть. И гости, и они в наших турах участвуют. Но русскоговорящие, конечно, вот, они очень стремятся в наш отель попасть. Вот если я своих друзей решу здесь собрать, вы дадите мне какие-нибудь на это полномочия? Как мы это можем провернуть? Мы можем с вами организовать тоже встречу здесь. Например, вы сотрудничаете с нами. Мы сотрудничаем с вами, вот, и организуем совместную встречу. То есть с вашей стороны приходят ваши друзья, с нашей стороны приходят наши гости, которые к нам хотят, да, попасть. И мы вместе проводим тот же самый тур, но при этом вы можете добавить там в эту программу свою лепту, что вы уже пожелаете. Так-так-так, давайте поподробнее. Смотрите, как интересно. То есть, давайте поправьтесь, я могу своих друзей собрать в Анталии. Но вот сказать, что в такое-то время я хочу собрать своих друзей для того, чтобы повидаться, повеселиться, покупаться, позагорать. Вот в вашем замечательном отеле. И что будет дальше? Мы их сможем забрать бесплатно на трансфере? Да, конечно, мы их заберем. Бесплатно. Ну, это же все входит в пакетное предложение. Отлично. Да. Друзья, я задумаюсь над этим и думаю, что чуть попозже скажу, что мне придет в голову, мы уже пообщаемся. Потому что отличная мысль. Надо нам встречаться уже, лето началось. Конечно, лето началось, все засиделись на карантине, надо вылазить куда-то, в каникулы, да, все, надо же веселиться. Надо встречаться, веселиться, отдыхать, общаться, конечно. Мы будем очень рады, если вы у нас будете гостем, соберете своих подписчиков, своих гостей каких-то, и мы все вместе организуем классную встречу. Я думаю, так и сделаем. Да. Да, я услышал, да. Да. Хорошо, Настя, решено. Идея продана, мы слышим, обратная связь, новые технологии. Настя, по поводу то, что входит в услуги вашего отеля, давайте еще раз пройдемся. В отеле есть бассейн, есть электричество, есть Wi-Fi. За что нужно платить, за что не нужно платить? Заводу в бассейне дополнительно надо платить? Нет, все, в случае до стоимости. Да, шучу, а вообще электричество, Wi-Fi. Да, у нас два Wi-Fi на территории, чтобы ловила, так сказать, всех точек, потому что, поскольку у нас два корпуса, возле одного корпуса один Wi-Fi, потом возле второго корпуса другой Wi-Fi, они, ну, когда забоете пароль, они уже автоматически потом переключаются. Нормально, это да. Ну, не было замечено. Кондиционер есть в номерах? Кондиционеры есть, да, в номерах. То есть можно комфортно отдыхать, и, чтобы водить жарко, конечно. Места здесь шикарные, очень красиво. Настя, по поводу персонала, у вас русскоязычный персонал, я подглядел очень дружный. Откруйте, пожалуйста, секрет, потому что мои зрители постоянно спрашивают, где же можно устроиться на работу, вот как устроиться нашим согражданам на работу, вот откройте секрет, сколько зарабатываете вообще. Расскажите нам все. Сколько мы зарабатываем, я вам не открою нашу коммерческую тайну. Ну, откройте тайну. Я не имею на это право, это уже, наверное, хозяин должен рассказывать, если вам захочет, я не буду раскрывать. Мне хватает, я всем довольна. Хорошо. Если узнать по секрету, потом вам расскажу. Нет, я не расскажу. А по поводу, как вообще они нашли эту работу, вы правильно сказали, что персонал у нас дружный, так получилось, что нашли одного, а он сказал, ну что, пойдемте все вместе работать, и вот все вместе, как бы, и пришел, получается, персонал. Так вот и получилось. А вот если все-таки посоветовать моим подписчикам, как искать лучше свою работу. Можно резюме рассылать куда-то, или все-таки через друзей искать работу. Я думаю, что все способы тут хороши, то есть мы никогда не знаем, где мы что найдем. Если человек хочет найти работу, то надо и резюме рассылать, и через знакомых. Ну, конечно, наверное, через знакомых лучше нет, даже его рекламы, и чтобы найти что-то, всегда это самый такой классный метод. Но выстреливает, как говорится, и с других сторон тоже, поэтому не знаю, кто как ищет, кто ищет, тот находит. Спасибо, Настя. Вопрос по поводу сложившейся ситуации. Все слышали эти слова, пресловутые пандемии, коронавирус, изоляция и вся эта остальная хрень. Настя, что изменилось в туристическом бизнесе, и в частности вашим отелем, какие принимаются меры, или еще что-нибудь? Скажите, пожалуйста. Когда мы ездим, например, на экскурсии, то есть до Адресана или на гору Химера, надо обязательно при себе иметь маски. То есть, когда у нас приходит трансфер, все обязательно спрашивают, есть маска, есть маска, без масок в трансфер садиться нельзя, потому что... Какие маски? Маски для лица. Спайдермена или зайчиков? Для лица. А, для лица. Я забываю про этот коронавирус, он не для меня. Мы тоже здесь забываем, но штраф никому такой огромный и платить не хочется за, там, сто людей. Это потом можно тут вообще жить, остаться и бесплатно работать. Вот. Это первое отличие. Ну и у нас периодически просто приезжает жандарма, полиция в смысле, вот, проверяет, что, как происходит. И в такие минуты надо отсаживаться подальше, то есть надо соблюдать социальную дистанцию. То есть когда полиция заезжает, да, до списка и подальше? Да. Вот. В принципе, все отличия. Температуру замеряйте при заезде? Температура нет, не замеряем. Это по-нашему, тем более. Потому что сейчас 40 градусов, мне кажется, у всех температура немножко повышена. Я вот даже был вчера в Рикс из Токерова. Это один из самых крутых отелей вообще в Турции. Вот. И там достаточно лояльно замеряли температуру просто для проформы. Так что такие маленькие и уютные отели могут себе такое позволить. Окей. Настя, что касается всевозможных экскурсий, понятно. По поводу наведений, понятно. Что у вас здесь происходит в плане развлечений? Я видел, там у вас сцена. Видел то, что там какие-то оборудования. Это что, тут группа выступает? Или вы соревнуетесь в чем-то? Или корпоративы? У нас и вот все, что вы перечислили, все есть. И соревнования, и лотереи, и розыгрыши, и музыканты. У нас живая музыка, и дискотека. И в ближайшем будущем мы хотим сделать проектор вот на этой сцене. И показывать фильмы, может быть, какие-то. Ну, мы это пока вот сейчас разрабатываем, но это вот все скоро будет. Вот. Потом у нас есть еще одна сцена. Там у нас проходит мини-диско для деток. А потом мы уже переходим на другую сцену и под открытым воздухом танцуем, развлекаемся, устраиваем конкурсы, лотереи, розыгрыши. То есть, ну, каждый вечер какие-то разные программы, чтобы не повторяться, да. Вот. Друзья, сейчас не запланировано очень скользкий вопрос. С Настей мы о это не говорили, но мне очень интересно узнать. Дело в том, что я хорошо знаю ситуацию в том... Детки, это хорошо, дети всегда у нас есть место. Ситуацию в туристической сфере, именно здесь в Чаралы, здесь достаточно высокие ценники. А у вас здесь и яхтенные туры, и экскурсии, и забирают там трансфер. Ну, вот и цена всего лишь там 450 лир. Человек, а в чем подвох? Да и что-то такое. А у нас очень хороший хозяин. Конечно, он бесплатно это сидел. Нет, он делает не бесплатно, но он находит какие-то способы, чтобы компенсировать и чтобы оставить такую цену. Потому что цена действительно реально шикарная и на правах рекламы. Ну, просто я так посчитал, я был в еще одних бутик-отелей. Так там номер, вот реально номер, стоит от 100 евро. Вот. Ничего особенного. Ну, вот, да. У нас цены очень лояльны, пока мы их поднимать не собираемся. То есть, до конца лета 2020 года, цены поднимать не будете. До конца лета, я не могу сказать, июль точно будет такая цена. Июль месяц. Вот, до 1 августа, вот прям 100%. Окей. Хорошо, ну, тогда я вас благодарю, Настя, за уделенное время. Мы тут еще походим. Хорошо, ходите. И огромное вам спасибо. Хорошо, вам спасибо большое. Думаю, сделаем встречи здесь. Тем более, что нас так и приглашают. Обязательно. Будем очень рады вас видеть. Вам спасибо еще раз. Друзья, очень понравилось мне в этом отельчике. Отлично отдохнул. Спасибо большое, Настя. Пожалуйста. Приезжайте еще к нам. Приедем. И вот, возвращаясь к разговору о том, что здесь можно провести замечательную встречу с вами, дорогие друзья. У Настя родилась идея. Я ее поддерживаю. Слово за вами. Теперь все по порядку. Настя, что ты придумала? Я решила предложить, чтобы мы совместно, вместе с Назаром, организовали у нас тут встречу с подписчиками. Также приедут наши гости. У нас будет очень крутая программа. Встреча будет рассчитана на 3,5 дня. То есть, 3 ночи, 4 дня. И будет цена 450 лир всего. И давайте я сейчас расскажу, что будет входить в эту стоимость. Трансфер с Анталии будет забирать вас с трех точек. То есть, это матрешки, Марк Анталия и что там в Ларе у нас? Тера-Сити. Потом будет сюда заезд. Вечером будет гала-программа. Конкурсы, розыгрыши. Про это расскажу. Еще раз, какое число заезда будет? 28-го. 28-й. Запомните, теперь по поводу программы. Я очень люблю всевозможные шоу-мероприятия. Это прям мое. Но соскучится. Поэтому и очень хочется уже увидеть очень многих в лицо, кто пишет вживую. Поэтому, друзья, может быть, это будет у нас первый блин, который не будет ни в коем случае с комом. Мы сделаем очень многие вещи, которые вы мне давно просите, чтобы я и рассказал о себе, и чтобы ответил на вопросы по поводу недвижимости, и чтобы мы пообсуждали те вещи, о которых не говорят обычный слух. Все это будет. Плюс ко всему прочему, я придумал, что мы будем ездить по всяким мероприятиям. Сейчас, в частности, Настя говорит, что есть отличные туры на кораблики, да? Да, на следующий день, например, мы поедем на турецкие Мальдивы. Это сторона Сулуада. И так раз-таки там безумно красивые пейзажи, там кристально чистая вода, белые пляжи. Там можно сделать такие крутые фотографии, видео. И видео. И вот видео мы эти сделаем, и у каждого из участников останется свое видео, которое будет выложено в специальной группе, где есть ссылка только персонального человека, который участвовал в нашем мероприятии. Вы получите специальный видеофильм, отчетный по каждому дню, и будете вспоминать потом нас добрым словом. Да, мне кажется, это такая память, вообще просто незабываемая. Мне тоже очень нравится. Вот. Ну, по поводу мероприятий, еще в первый вечер, наверное, мы проведем вечер знакомств, да? То есть познакомимся с вашими подписчиками. Да. Вы расскажете о себе. Они вас увидят. Они расскажут о себе. Очень много действительно просят. Да, чтобы подружились. Вообще, когда проходят такие у нас мероприятия, потом все на следующий день, все наши гости уже становятся как друзья после таких вот встреч, знакомств. То есть это первый вечер такое мы проведем. На второй день у нас будет яхт-тур на весь день. Мы с утра встанем, позавтракаем и сразу же поедем с вами в этот яхт-тур на турецкие Мальдивы и будем там до самого вечера. А вечером вас также ожидает классная программа. Будут караоке, живая музыка, дискотека. Ну и мы еще... Крутой приз. Крутой приз будет. Мы будем разыгрывать классный приз, пока мы оставим это в тайне, наверное, да. Но обязательно вы обрадуетесь ему. Но вам надо будет постараться и пройти все наши лотереи, конкурсы и соревнования, чтобы выиграть наш приз, да. Да. И будут у нас обязательно варианты, когда вы сможете проявить себя. Будут у нас обязательно караоке, будете петь. То есть все, как вы любите. И никакие помехи нам не страшны. Друзья, вся информация будет в описании к этому видео. Места ограничены. Да. Сколько мест у нас? Мест у нас около, наверное, ста на данный момент. Но я уже рассказала там девчонкам, что мы хотим придумать. Они уже говорят, записывай меня, записывай меня. Потому что они были уже на наших встречах. Они знают, как они проходят. И очень хотят попасть опять. Поэтому чем быстрее запишутся, тем лучше. Если вы не первый, то вы последний. Успевайте, друзья мои. С огромным удалось им это дело. Не ради какой-то там наживы, а ради того, чтобы наконец-то познакомиться уже вживую с моими подписчиками. Очень многими опросили. Поэтому прошу с пониманием отнестись. И если есть желание, не откладывайте, занимайте места. Что мы еще не сказали? Что мы еще не сказали? Про гору Химера я бы хотела отметить. Что у нас будет в программе? Это будет на следующий день после яхт-тура. То есть у нас каждый день разнообразные программы. Плюс Назар носит свою лепту. То есть он уже будет... Вы будете рассказывать что-то про себя. В чем вы специалист. Общаться со своими подписчиками. А мы со своей стороны, со стороны отеля будем предоставлять наш пакетный тур. Что у нас сюда входит? Полностью вся программа так же. Так что тут совмещение двух программ. А цена остается та же самая. Вот, что хотел еще отметить. Еще раз, какая цена? 450 лир на взрослого. Дети до 5 лет бесплатно. И дети с 5 до 12 лет. Стоимость будет всего 225 лир. Это за все дни стоимость. А еще про еду скажи. Как питание у нас будет? Питание включены, завтраки, ужины. Но вы можете заказать обед на нашей же территории. Будет меню. Вы просто смотрите по меню, заказываете и повар вам готовит. Но это уже за отдельную плату. Именно обед. А завтраки, ужины включены. Спасибо, друзья, что досмотрели это видео. Действительно считаю, что надо провести нам встречу здесь. Смотрите, в описании к этому видео я напишу дату, когда, возможно, мы здесь встретимся. И как следует погуляем. Спасибо за то, что нам сделали такое предложение. И лето в самом разгаре. Настало время отдохнуть. Насим все. Дин-дон-дэ. Масалам. Ахайдоги. Легли. Ну, наконец, просто чао. Друзья, сейчас мы пообщаемся с Анастаси. С Анастаси. С Анастаси, просто я это держу рука.